Российский триколор, флаги городских и сельских поселений Одинцовского района, шумные гуляния, патриотические песни и народные пляски – так отмечали Крымскую весну на главной площади нашего города в минувшие выходные. Исторический день выдался не только теплым и солнечным, но и подарил гуляющим массу впечатлений, которыми каждый спешил поделиться. Такие события надо отмечать. Действительно праздник у нас и в душе, и погода нам сопутствует, очень все довольны и счастливы. Любой праздник – это дело очень хорошее, а то, что праздник соединения или возвращения Крыма, это праздник даже не в двойне, а в тройне. Ну, к присоединению Крыма отношусь положительно, но вот опять же, к возвращению, к восстановлению исторической справедливости, я бы сказал даже. С соединением России! Три года назад на центральной площади Водинцово жители района принимали участие в митинге, чтобы поддержать крымчан. Сегодня же, в годовщину присоединения полуострова к России, здесь проходят народные гуляния. Люди с размахом отмечают важную дату в новейшей истории нашей страны. Ярмарка подмосковных фермеров, где также были представлены крымские товары, привлекла многих. Она работала на протяжении всего дня. Здесь можно было приобрести сувениры, продукты, текстиль и многое другое. Яркий и патриотичный концерт на центральной площади заряжал атмосферой позитива. Со сцены прозвучали любимые многими песни известного российского певца Дениса Майданова. Среди почетных гостей праздника Андрей Филонов, глава администрации Евпатория. В Одинцово он приехал с особой миссией. С Одинцовым мы стали городами-партнерами. У нас сложились очень добрые отношения. Иппаторийский городской совет и администрация города Евпатории выступили с инициативой перейти, сделать эти отношения побратимскими. Я надеюсь, что все вы поддержите эту нашу инициативу. Фестиваль «Крымская весна» включил в себя и спортивную составляющую. Недавно открытым по программе губернатора Одинцовском физкультурно-оздоровительном комплексе прошел детско-юношеский турнир по волейболу. Одинцовцы, они очень спортивны и активны. И реально у нас одна, каждый третий житель занимается спортом. Думаю, что по этому показателям мы, наверное, в лидеры. Поэтому, конечно, объектов не хватает. Нужно строить новые. Благодаря программам, которые работают в правительстве, мы получаем такие объекты. Комплекс оснащен комфортными раздевалками и душевыми. В большом зале установлены трибуны для зрителей и отдельная зона с тренажерами. Таких фоков у нас уже появилось со спортивными льдами, с бассейными, с игровыми современными залами. 33. Мы еще 17 сдаем в этом и в следующем году. И полностью завершаем программу. Если говорить в принципе, то мы построили и построим в следующей стадии с ней объектов за 4 года, которые прошли из-за этого года. В этом году праздник стал ярким и запоминающимся событием, объединяющим всех жителей и приобщающим к здоровому образу жизни. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Анна Пряхина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...